Меня зовут Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, как создать адаптивный сайт на WordPress со своим дизайном, и при этом без строчки кода. Онлайн-сервис CloudPress позволяет самостоятельно создавать дизайн страницы сайтов на WordPress путем перетаскивания нужных элементов, модулей и стилей в визуальном редакторе. Визуальный редактор содержит более 80 предустановленных блоков для создания страниц сайта, которые содержат основные части для большинства случаев использования, а также более 50 элементов и виджетов для создания любого дизайна для вашего сайта. Для начала необходимо зарегистрироваться. После входа я попадаю в свой профиль, где можно посмотреть информацию о своем аккаунте. Бесплатно можно создать два сайта. Чтобы создать свой первый сайт, я нажимаю на зеленую кнопку Create New Site. После этого нужно придумать уникальное имя, которое также будет именем под доменом вашего сайта на платформе CloudPress, а также пароль для входа в административную панель. Здесь же предлагается выбрать один из предустановленных шаблонов или начать с чистого листа. После выбора шаблона я попадаю в административную панель своего сайта, где мне сразу же предлагается посмотреть обучающее видео. Переходя в главный раздел CloudPress, я попадаю в основное меню. По сути, это привычная административная панель сайта на WordPress с новым разделом CloudPress. Здесь можно посмотреть, как выглядит сайт, нажав на превью. Сейчас это заполненный шаблон. Также на Pro-аккаунтах можно перенести сайт на свой хостинг. В вертикальном меню мне предлагается перейти к редактированию сайта, а также посмотреть несколько обучающих видеоуроков о том, как пользоваться платформой. В Site Settings можно сменить название сайта, а в разделе Sharing сделать сайт доступным для всех или приватным, как установлено по умолчанию. Этот режим рекомендуется установить до момента завершения работы над сайтом. CloudPress позволяет подключить к сайту аналитику и SEO. Теперь я перейду непосредственно к редактированию сайта, нажав на зеленую кнопку Design the Site. Так выглядит сам редактор вашего будущего сайта. Основная задача при создании своего сайта в CloudPress – найти и выбрать такой шаблон будущего сайта, который наиболее полно будет подходить под ваши задачи. Следующим шагом будет необходимо лишь удалить лишние элементы шаблона и заполнить сайт своей информацией. Здесь можно менять каждый элемент – логотип, размер надписи, вид меню, текст, страницы сайта. Если вы заранее подготовите наполнение вашего сайта, то сможете быстро изменить начальный шаблон под себя. Но что делать, если для вас исправление готового шаблона сложнее, чем создание с нуля? Попробуем начать создавать сайт с чистого листа. Для этого создадим второй сайт и перейдем в редактор. Любая страница сайта состоит из трех основных блоков – это заголовок, содержание страницы и подвал. Здесь можно изменять ширину страницы или сделать ее адаптивной, когда она будет изменять размер в зависимости от вашего устройства или браузера. Сверху у нас есть меню с тремя разделами. В первом можно управлять страницами, во втором – добавлять готовые блоки – это набор элементов по разным категориям. Для примера выберу меню навигации и добавлю туда свой логотип. Теперь добавлю пару блоков для содержания страницы, которые потом можно изменить. Осталось только добавить блок для подвала. Если какой-то блок не понравился, его можно быстро заменить другим. Сохраню изменения и посмотрю, как выглядит теперь мой сайт. Все, что остается сделать – это отредактировать элементы и блоки и внести свой контент. Таким образом, с помощью CloudPress можно самостоятельно создать сайт со своим дизайном, который будет правильно отображаться на разных устройствах, а встроенная библиотека шаблонов, блоков и элементов упростит работу над сайтом. Поэтому теперь WordPress не ограничивается только возможностями тем. Продолжение следует...